Здравствуйте! Это передача «Культурная среда» и я ее ведущая Анастасия Привецкая. В Магадане на сцене музыкального и драматического театра впервые за последние 73 года сыграют оперу. Для ее постановки пригласили солиста Большого театра и начинающего режиссера-постановщика Андрея Цветкова-Толбина. Рабочий процесс над оперой Николая Римского-Курсакова «Боярыня Вера Шелога» с московским режиссером длился почти месяц и продолжается сейчас. Сегодня Андрею пришлось улететь в Москву, но наша съемочная группа успела застать режиссера в Магадане, поговорить с ним о всех репетиционных тонкостях и о воскресшей магаданской опере. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте! Вы приехали к нам в Магадан в качестве режиссера-постановщика. Сами захотели или пригласили? Ну, сам-то, наверное, я бы и хотел. Но, конечно же, я приехал по приглашению театра. Вторично, могу сказать так. И очень благодарен своей, как говорится, творческой подруге. Мы оба ГИТИС закончили, ГИТИСЯНИ, ваш главный режиссер Мария Леонова. Она закончила Геогеогеича Исаакяна. Он закончил Уан Симова. Я закончил Уан Симова. Вот такая творческая уже преемственность. Во второй раз уже в качестве режиссера-постановщика настолько важный во всех отношениях проект для всей магаданской области. Да, наверное, всего Дальнего Востока в какой-то мере. Андрей, вы сказали, что в Магадане вы уже второй раз. А когда приезжали? В первый раз? В качестве кого приезжали? Четыре года назад. 2014 год. Май. Я помню, здесь снега лежали еще. Так смешно было. Из Москвы приезжаешь. У нас уже все растаяло. А сюда приезжаешь все еще. Сугробы, снега. Меня пригласили на партию Тасила. Выпереди Морица. Петь. Сюда. За главную партию. И как раз я... Вообще у меня голос бас-баритон. Великое счастье, что, слава богу-богу, как бы даровал хороший, как говорится, диапазон, что я мог спеть и Мистер Икс, и Тасила. Такой достаточно лирический баритон. Поют эти партии в качестве солиста. Но так случилось, что вообще Магадан, он такой, знаете, способностью обладает людей как-то вот хороший пинок дать вот такой, знаете, в хорошем смысле волшебный пендель, как говорят. Я приехал в Москву. И в этом же... А, и в 15-м году был второй международный конкурс оперных режиссеров в Театре Геликон-Опера «Нано-Опера», где сидит 15 самых знаменитых оперных режиссеров современности. И я никак не думал, что я там стану победителем. Ну, а суть этого конкурса такова, что было несколько... Я могу сказать, в финал 50 заявок доходит со всей стороны режиссеров. А в сам финал выходит 10 человек, которые на глазах у всей публики должны поставить за 10 минут какую-то сцену из оперы. То есть на Пабло мы это не видим. Идет отсчет 10, 9, 59, 9, 58, да, вот так вниз. И у меня был отрывок из «Пиковой дамы» графини сцены в сцепальне. Второй тур. Я прошел первый тур. Второй тур мне дали дуэт Сильвы и Эдвина, оперета Сильва Кальмана. И третий тур. Притом тебе дают профессиональных актеров, профессиональный хор, которым ты должен за это время успеть рассказать что-то и сразу же поставить на глазах у зумленной публики. И третий – это был подарок кестер с хором, массовая сцена, сцена изнасилования Аксиньи из оперы «Леди Магбет» Менценского уезда Шостаковича. Ну, одно уже провокация – сцену изнасилования. Как бы еще не перегнуть по палочку. Поэтому «Нано-опера» первое место я получил. И далее пошел какой-то другой вектор в моей судьбе. Хотя я аспирантуру закончил уже как режиссер музыкального театра. Сначала я закончил как солист, артист музыкального театра, а потом уже аспирантуру как режиссер музыкального театра, чтобы была возможность преподавать. Что я делаю сейчас? Я режиссер-постановщик и педагог в Российской Академии Музыки им. Игнесиных. Без вот этой аспирантской бумажки мы не имеем преподавать в высших учебных заведениях. Только в колледже или в училище. Поэтому это давало такое… Ну, никак я не думал, что я так перейду. Но сейчас я это плавно совмещаю. Потому что за спиной уже поставлено, наверное, «Опер-10». Вот за это время, наверное, я поставил «Кармен» поставил, «Свадьбу Фигара» поставил, «Царскую невесту» поставил, «Ожидание» привердил, «Миноте» телефон, «Паяться» для «Анковала». Как здесь осуществлялась постановка? Представляете, я же ее поставил сейчас фактически. Я приехал сюда пятого. Дальше. И не было веры. Была только властьевная надежда. Только первая самая сцена. А дальше я за веру. Для надежды. Пою, хожу. Дальше случается самое потрясающее, что может случиться. Приезжает вера. И в этот же день заболевает надежда. Я говорю, так, я сейчас за надеждой. И тут я, конечно, волевым таким решением пошел к главному режиссеру и говорит, что делать-то? Это не работа. И в этот день мы назначаем вторые составы. Ничто не улучшает качество исполнения первого состава, как наличие второго состава. Более того, все сразу выздоравливают. Все сразу выходят на работу. Все стараются. Она говорит, Андрей, это теперь девиз всей жизни. Будет по три состава. И у нас теперь ходячие помогают доходячим, доходячие ползучим, ползучие лежачим, долежачим. Вот в таком каком-то порядке. И что самое главное, я не ожидал от второго состава, они немножечко, как сказать, в вокальном смысле чуть послабее, может быть, в актерском и лучше даже, но в вокальном смысле. И вдруг они запели. Вы знаете, сколько открытий. И теперь у нас только одна верша Лога. И все по два. Без дураков, как говорится. Поэтому, как так говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Во всех отношениях. Ну, давайте вернемся к опере. В ноябре премьера состоится. Почему вообще опера и почему в Магадане? Как сказать, почему? Ну, потому что опера должна быть везде. Везде. Вы знаете, вот хочешь не хочешь, а вот приводишь все-таки какой-то западный образ в том смысле, что в каждой из занюханной, извините за выражение, тырловки немецкой, вот в таком городе, не на сто тысяч человек, а на десять тысяч или на пять тысяч есть маленький оперный театр, куда люди по вечерам ходят. Магадан. Областной центр. И здесь нет оперы с сорок пятого года. Поставленную в Варпаховском Травиат. Здесь было в Верде. Классическая опера. Сорок пятый год. Это год победы великой. Над фашизмом. И все. Дальше оперета, 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 как котлета, оперету не убей. Мюзиклы какие-то, да. Вот это прекрасное. Музыкальные спектакли, инсценировки и так далее и тому подобное. Правда, была еще опера вот Граф Калиостро, некая вот Ривердиева. Сейчас просто так сложились опять же звезды. Возникла потребность. Появились какие-то ресурсы. Появились новые артисты, которые просто пришли в кабинет директора и сказали, хватит. Мы хотим петь. Мы хотим заниматься профессией. Мы не хотим здесь кан-кан. Нам есть что показать. И, конечно же, я не могу сказать, такая трагичная, во многом, конечно, судьба Магаданской области. Да, нашу историю никто не отменял. И сколько здесь потрясающих артистов было сосланных. И балетных, и оперных, и разоперных. И интеллигентных людей, будучи якобы, в кавычках, врагами народа, здесь, я вот тоже сказал, здесь на лицах гены интеллигентности в людях. И он, Жванецкого спрашивали, он говорит, а где еще остались интеллигентные люди? И он говорит, Петербург, ну, в Москве чуть-чуть, и в Магадане. Так где не звучать оперы, и где зритель должен это вот так? Ну, что-то случилось. Я не знаю даже, что и когда это случилось. То есть произошла вот эта подмена ценностей, что она исчезла. В какой момент? Не знаю. Может быть, не было таких артистов. Сомневаюсь. Развал Союза? Тоже непонятно. А сейчас мы ловим двух зайцев. Появилась опера, появляются кадровые места. То есть опера – это залог еще того, что Магадан – это не где-то там, Магадан. Мы рушим стереотип. Опера, опять же, она сейчас возвышает, она очищает, она притягивает, она манит. И, конечно, сейчас мне критики Андрея говорят, это опера. Ты сумасшедший. Там все сумасшедшие. Я говорю, а я такой сумасшедший, не работать-то вообще умею. Я других не держу. Потому что мы фанатики, мы любим свое дело. И что я хочу важного отметить – это театр-дом. Театр-семья. Театр-коллектив. Есть мамы, папы, тети, братья, сестры. Вот жены, действительно, дети. Я вижу, привет, здравствуйте. Чтобы в мальшом театре пройти в коридоре. С тобой просто так человек поздоровался. Там три тысячи человек в городе. Это нонсенс. Здесь ты входишь, тебе поздороваются уже около входа. Потом войдешь. Уже здравствуйте. Разденешься, здравствуйте. Как дела? Как вы себя чувствуете? Ты знаете, как хранить Фросси Буракова, да? Кремль, он кирпичный оказывается. Да, народу, ой, сколько народу. И не здоровается никто. Да? В Москве. Здесь совершенно противоположная ситуация. То ты с театра выходишь и полтеатра встречаешь за день в городе. Ну, это же прекрасно. Это надо ценить. Такая любовь, что муж и ножом не вырежет из сердца. Не надо мне прощения и милости. Я, я муж и не жена, никогда женой не буду, не буду. Люблю другого и любовь и этой муж и ножом не вырежет из сердца. И вот это как раз опера для Магадана. И, конечно же, я надеюсь, что зритель, который придет на этот спектакль, на премьеру и будет ходить, уйдет немножечко другим. Я вот об этом, я это исповедую. Театр может помочь человеку, он может его воспитать, да, как-то духотворить, подбодрить. И вот мне бы очень хотелось, чтобы вот этот, чтобы мне еще раз на 80 лет поставили сейчас, и теперь уже кто-нибудь там, да. А хочется, может быть, это, ведутся уже переговоры других опер. Моцарт. Ух ты, Моцарт. Давайте попробуем Моцарт. Чайковский. Есть определенные названия, которые должны быть в каждом уважающем себя музыкальном театре. Здесь очень радостно, что это не театр оперы и балета. Музыкальный театр. Там может идти все музыкальное. От рок-оперы, музыка, балета, оперетты, опера. Все музыкальный театр. Это такая симфония чувств. И, конечно же, я думаю, что год-два, и здесь какой-нибудь Евгений Онегин появится. Топ названий, которые должны быть везде. Опере на Колыме быть. Спасибо большое за беседу, Андрей. Вам спасибо огромное. Удачи вам во всем. И вам удачи. Спасибо. Премьера оперы Николая Римского-Курсакова «Боярыня Вера Шелуга» состоится на сцене Магаданского музыкального и драматического театра 16 ноября. Именно в этот день зрители увидят вновь ожившую оперу. А может быть, в будущем этот непростой жанр станет неотъемлемой частью репертуара Магаданского театра. Давайте любить оперу. Это была передача «Культурная среда». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова